В начале говорить о вкусностях мы не будем. Почему? Да потому что столовая по-домашнему, это мое мнение, не переехала, а расширилась. О-о-о-о-о-о-как! И вы бы хотели так же покушать, и жители правобережного района. Так, пожалуйста! Я, конечно, хотел бы вас видеть и на вокзальной, но зачем? Сегодня и сейчас столовая приехала к вам на... Проспект Ленина, 90. О, тут рядом центр, реальный центр города, банков 6, администрация, целая куча магазинов, естественно, континент. Да еще и круче всего ЦГЯ с авторынком. Все здесь, как оно. Ну, наконец-то, ну, наконец-то то самое место. Потому что, ну, понятно, да, когда мы говорили про столовую по-домашнему на вокзальной, ну, понятно, все нормальные люди там и кушали. И очень хорошие товарищи. Теперь куда мы приехали? На проспект Ленина, 90. Супер место! Да это просто супер место! Потому что рядышком и цирк, и банки, и еще вот Sky Cinema. Тут все рядышком, представляете, да? И, естественно, ваша проблема в чем возникает? Вы хотели покушать дешево. Покушать дешево, так же, как я это делаю в своей замечательной столовой по-домашнему на улице вокзальной. То же самое можно сделать здесь. Все то же самое. Настолько же вкусно и аппетитно. Да, естественно, вовнутрь. Ну, понятно, замечательная еда, к слову о том, что будет позже. Все абсолютно разное. Нет принципа работы на отвались. Куснота неописуемая. То бишь, можно завтракать и на вокзале, обедать на Ленина и поужинать опять же на вокзале. Либо наоборот. Все будет по-разному. Потому что есть правило кормить идеально. К слову о том, что здесь есть. А теперь слово для клиентов. Я прекрасно понимаю, что вы хотите кушать, правильно? Да. Это все нормальные люди? Да, конечно. Здесь очень вкусно. Очень вкусно, да? Очень вкусно. Все по-домашнему, все. А цены какие-то нормальные? Да. Да, цены. Очень хорошие цены. То есть мы можем говорить, что, пожалуйста, сюда и банкиры, и все остальные. Это же центр города. А, Малтово. Мы можем пригласить также и владельцев центральной городской ярмарки. Что-то пройти-то 50 метров отсюда. Очень удобно, да. Мы всегда кушали на вокзальной 110, а здесь нам удобнее. Но также все по-домашнему, вкусно. Цена, качество соответствующие. Очень хорошо. Насколько это вкусно? Вкусно, честно. Где находимся? Столовая по-домашнему. Где-то в центре города получается, да? Приятно, да? Место хорошее. Да, место хорошее, обслуживание хорошее. Главное, светло, чистенько и достаточно хороший ценник. Мы о чем говорим? Тут рядышком везде банки, да? Тут рядышком даже очень дорогая штука. Вот этот континент, да? На третий этаж придите и попадаете там на денежки, да? Какой смысл, когда можно в два раза дешевле здесь покушать, а может быть и в три? Да, мы тоже сделали этот выбор, поэтому нам здесь понравилось и будем сюда ходить. Я специально зашел внутрь и подивился. Все готовится на пароварках и плиты супер. Холодильники, опять крутизна. Все это подход к процедуре поиска решения, где кушать лучше всех. Кушаем лучше всех и, естественно, дешевле. Да, здесь есть ресторанные комплексы. Но позвольте, как и каждый нормальный человек, я себе могу позволить покушать на 100 или 200 рублей. Что же я могу купить себе здесь? Вот так вот мы сюда и пришли. Это было клево. То есть давайте определимся, да? Сейчас я расскажу, что у нас здесь за 100 рублей. Ну, такое же может случиться, да, внезапно. Денечки закончились. А кушать сильно-сильно хочется. Так вот. Гороховый суп с гренками. И вот такая вкусняка. Котлеточка, картошечка и капусточка. Вот. Нормально? Ну, если вы где-то что-то найдете за эту сумму. Ну, так давайте, 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 давайте. Просто я тут рядышком работал. В свое время в городской администрации, да? Ну, это минимум на 150 рублей. Когда я там кушал. Здесь 100 рублей вкусно. Ммм, обалденно. И теперь я сделал чуть-чуть, чуть-чуть подороже на 200 рублей. Для этого есть винегрет. К слову, насчет винегрет, это тема вообще весьма интересная, да? Готовится кошмар. Я, честно скажу, уже дома готовлю. Просто обалдеть. Вот. Замечательная соляночка. Четко, да? Вот он. Это называется свининка. Посмотрите, какой размер, да? Еще овощи, сделанные типа в Армении. Это тоже здесь могут делать. Ну и хор. Все это, естественно, для меня. Все это вы сможете посмотреть, где? Вы можете все это дело посмотреть в YouTube, естественно. Там будет большой-большой материал, где он действительно, я расскажу, как это будет. Ну, чтобы вы поняли, что это обалдеть, я вам скажу. Все сюжеты про столовую, про домашнюю, мне всегда вызывают обалденные ощущения. Потому что я знаю, что там готовят, даже готовят круче, чем я дома готовлю. В 90 процентов так оно есть. Кое-что я делаю круче, чем вот это. Это всего лишь шашлык. Все остальное я бы кушал только здесь. О как, о как. Давайте начнем с типа с недорогого. Я обалдеваю от горошницы. Люблю горох. Очень для меня это вкусно. Малтого я сам его и готовлю. Как это вкусно. Сейчас я вам подемонстрирую. Берем вот так, кушаем. Ммм. 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 А пока мы это скушаем, кое-что я вам расскажу. То, что я там увидел. Ммм. Все настолько изумительно. Просто изумительно. Теперь другой вопрос. Как все это готовится? Пара конвекторов. Представляете? Все новое. Место супер. Я вам скажу, что сюда, если честно, сумма была вложена очень не кисленькая. Потому что это же есть правило. Когда вы сюда покушать придете, вы поймете, что здесь еда обалденная. Ммм. Кроме всего, это чуть позже. Ммм. Просто реально. Я ничего не буду говорить. Я просто сюда пришел, потому что я здесь на себя как кушать. Что я здесь кушаю. То, что вы можете кушать. Но никаких проблем нет. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра ничего не поменяется. Поверьте мне. Здесь готовят очень вкусно. При этом ценники, ну как вы прекрасно понимаете, абсолютно недорогие. Отличная картошка. Просто классная картошка. Это и капуста тоже. И как клеточка. И как клеточка. Да не могу объесться. Кто сюда может прийти? Кто сюда могут прийти все подряд? Центральная городская яма. А вторая ночь в центральную городскую яму. Все рядышком раскладывается. Банки. Крупнейшие торговые центры. Мало того, кто сюда могут прийти? Ну, сейчас открою. Тот, кто вам продает много здесь сеток. Много сеток. О, еще один балл. Континент. Городская администрация. Никаких проблем. Приходите. Все получите максимальное удовольствие. Можете вот такое. И не задорого. Разница, не задорого и чуть задорого. Это всего 100 рублей. Вот это. Очень, очень обалденно вкусно. Нормально? Нормально. Теперь к тому, что покруче. Естественно, чуть-чуть подороже. Но чуть-чуть подороже не так сильно много и дорого. То есть, если сильно хотите покушать, давайте поделимся с ценой вопроса, да? То есть, цена вопроса покушать. В нормальных американских ресторанах она прыгает от 10 долларов. Здесь она от стольких долларов не прыгает. Мы говорим о цене вопроса от 3 долларов вообще. То есть, то есть, 200 рублей. Ну, примерно 3 доллара. Но если вы что-то найдете там, ну, пожалуйста, если не найдете, то только сюда, в столовую по-домашнему, которая располагается на проспетелении на 90. Вот это. То есть, это получается полтора доллара, это 3 доллара. Так, если честно. То есть, есть где покушать. Вот. Возвращаюсь к напечатанному. Обожаю делать винегрет домашний. Знаю, насколько он готовится. То есть, если говорить, что винегрет делается легко и просто, нет, дорогие мои. Это вам еще свеклу надо 2 часа потушить, чтобы она такая была вкуснейшая. Что остальное? Да что же такое? Ну, очень вкусно. Реально, очень вкусно. Я люблю свой канал в YouTube. Просто обожаю. Потому что это и есть мой канал. Надо 10 минут, надо и 15 минут сделано. А вы, когда смотрите мой канал, будете вместе со мной слюнки ловить. Потому что я-то потому что это дело монтирую. А вот когда я монтирую, не всегда так дома вкусно приготовишь. Ну, понятно, что солянка здесь супер, естественно. как всегда, как всегда, везде и всюду то же самое подгадывают. Это солянка. Не знаю, кто может делать. Далеко не каждый. И плавно перетекая к другому бруду. Свининка. Шейный отдел. Не дешевое удовольствие. Ну, сейчас объясню. Да, все это дело продается. Да, есть места. Да, это все стоит недураком. Но, когда вы будете готовить, вот это другая тема. Вах! Вах! Кто же это приготовил? Ну, кто это приготовил, чтобы так было вкусно? Ммм. честно расскажу. Ой. Баклажаны. Уже зайдите, посмотрите, сколько не стоит. реально не стоит нормально. Ммм. Да. Да. Если бы не в столовой по-дамашнему, не получилось бы. И теперь кусочек швининка. Туда же закатывается. Ммм. А и немножко баклоранчику. И все, это 200 рублей. Ммм. это лепота. А под конец еще курник. Ммм. Даша компотом. Ммм. Вот что-то чувствую я, что я уже наелся. Потому что этого хватает. Ну, ничего страшного. Я с утра не покушал, поэтому буду объедаться. И это сделаю я в столовой по-домашнему. Как-то клево и очаровательно. И вы хотите понять вкус. Да легко. Интернет рулит везде. А то думаете только дома. Ну, здрасте. Любой оператор мобильных сетей зовет вас использовать интернет. И делать это каждый день. К слову, вкусно. А еще вкуснее мой ютубовский журнал. И под причмокивание, и под слюнку изо рта, и под чваканье вы легко поймете результат. Реально грамотно и круто. Кстати, если вы хотите узнать все рецепты, и естественно не все, потому что Челейкин все рецепты и не может знать. Но то, что Челейкин знает, вы можете вбить. Просто вбейте в поисковик мою замечательную фамилию Челейкин Сеешкин. И далее столовая по-домашнему и вернувшись на круги своя, то есть на вокзальную, мы вам покажем исключительное качество ресторации для нормальной еды от столовой по-домашнему. То есть здесь на вокзальной 110 все хорошо, то же самое, по той же самой цене на Ленина 90. А то, а то, да, вернувшись на вокзальную, вокзальная 110, та же самая, столовая, то же самое материал. То есть, представляете, мы сейчас начинаем завоевывать город. Представляете, в городе Магнитогорск город хороший, реально, очень хороший город. Кто-то валит, но дай бог, если у вас получится настолько же что-то случится. А если не получится, да и что, у нас город отличный. Я вам честно скажу, короче, в Магнитогорске я знаю всего 2-3 места в стране. Понимаете? Ну, что было для меня, по крайней мере. Так что вы уезжайте, а к вам придут еще люди. И придут они в действительности. И всем этим людям также захочется кушать. А где мы будем кормиться? Мы будем кормиться вот столово по-домашнему, которое располагается здесь, на вокзальной 110, и на Ленина 90. Оскар.